всех приветствую с вами я веган христолюб но с вами сегодня такое видео называется она пацифизм один для всех ли у каждого свой каждого народа у каждой нации каждого человека об этом сегодня будет наше видео я уже в начале но сегодня уже полгода практически скоро будет рашистской агрессии рашистов против украинского народа в самом начале это агрессия уже записывал разные видео начиная с нет войне и не заканчивая помните записал конкретно пацифизме так его назвал большое видео сколько там часов она не помню час два три да я конечно еще потом и другие записывал всех этих солдафонах так далее о патриотизме я вообще пишу очень давно и много об этом говорил всегда говорил что это лживое дьявольское учение ведет все человечество только в ад но сегодня я решил записать еще одно видео она и будет отличаться и конечно в принципе я в том много говорил это понятно но тогда я так как понятно беда пришла на украинскую землю и это был только начало я старался немножко смягчить эту тему и так скажем ничего не говорить жертвам агрессии то есть частности украинцам но сегодня когда прошло полгода практически я хочу поговорить уже так скажем без жалости к украинцам к жертвам в том плане вы поймете когда посмотрите это видео я с утра долго размышлял как как назвать видео какой значок к нему сделать сначала думал там украинский флаг сделать на заднем фоне и написать там обращение к украинцам потом думал сделать задумчивым как я делаю на два этапа русские украинцы два флага и обращение то что в принципе все что все о чем я сегодня буду говорить будет касаться не только украинцев не только русских не только белорусов не только русскоязычных говорящих людей а всех людей на земле но понятно так как я сам русскоговорящий человек посмотреть это видео в принципе смогут только русскоговорящие ну может быть когда-нибудь кто-нибудь переведет это видео на какой язык ну или субтитры youtube и достигнут такого уровня что будет какой текстовый перевод очень точный хочу я и поэтому в концовке я ну как бы я и сам формулировал свою мысль мысль что мне хочется сказать о чем поговорить что выдать да вот эти мысли то что на сердце наболело то что мы уже видим современные события сейчас вообще развивается неизвестно чем все это закончится да и третий мировой и китай и европа и америка все тут в одну кучу сваливается я вот хотел бы поговорить но вы сейчас я так накидываю разные мысли почему я и накидываю строй достаточно обобщен несмотря на то что начиналось как бы с узкого и есть у меня узкие более темы но вот я вот так в оконцовка сформировался у него в обширные видите на значке на заднем фоне разные разные флаги всех но не всех там стран какой был я там картинку подобрал ну что много флагов то есть для всех стран и еще и другой значок я вот такой вот хороший тоже интересно нашел где ну на к на значке он вон маленький а здесь вот так побольше сейчас его оставлю скоро и мы с вами будем говорить я буду говорить вы будете слушать вот что пацифизм то для всех один и здесь может быть на значке это не совсем понятно но уже в тексте в названии ролика я постарался как-то тему уже приблизить до что пацифизм один для всех что народов но и для жертвы и агрессора может быть я еще вот вследствие записи видео я может быть потом название немножко подредактирую да потому что донести я хотел ту мыс что пацифизм да он не может быть пацифизм для только для агрессор якобы да вот кто агрессор и именно проповедовать пацифизм а те кто защищается тем надо проповедовать милитаризм абсолютно не так и вообще вы помните своих роликах я постоянно говорил что я не тот нет войне не тот пацифист который сейчас в россии основная масса до который топит за тоже конечно война должна с братским народом прекратиться братоубийственная кровопролитная жестока война а вот ну я уже добавляю вот если бы была с агрессором там с китаем с америка с европы кто бы не напал если бы даже напали то тут надо защищаться до арабы турки и так далее пошло-поехало вот я вам говорю что и когда если бы я тогда высказывал то мы сейчас было бы агрессия наоборот на россию то я бы остался вообще в одиночестве практически таких людей единицы которые сейчас мы будем об этом говорить я украинцам украинцами сегодня буду конечно тыкать несмотря на их не положение я хочу чтобы люди понимали познали истину да и немножко сумбурный мысль тоже я не знаю как не планирую как правильно там вы не знаю как правильно и не планирую особо как вы свои ролики сюжет на там выстраивать говорю как на сердце лежит до начать чего хочется вот конечно же так и говорят русская смотрят меня русскоязычные и вот сейчас идет эта агрессия ну на примере россии с украины мы будем рассматривать и сторону жертвы и сторону агрессора и я попрошу сегодня всех кто живет и в россии и в украине ну или там за границами сейчас кто уехал убежал или давно там уже живет чтобы естественно просто себя ставил в ту или иную ситуации на то что я буду тыкать украинцам на примере просто сегодняшняя агрессия тыкчу точно также и русским грешникам не важны и опять живущим на территории россии за территория россия тем самым украинцам неважно где они находятся и более того это относится и к белорусам и к азербайджан сам и ко всем русскоговорящим и ко всем вообще кто к сожалению не русской не них сожалению русскоговорящая неважно вот там к сожалению или к счастью но те кто неважно комиски говорят на Просто это видео никогда и слова мои не услышат, потому что говорят, к сожалению, на другом языке. И мой контент им недоступен. Смотрят меня на самом деле 100 человек. Из них я посмотрел сегодня статистику. 50% из России, а из Украины 10%. Ну и дальше по списку на уменьшение. Причем это за все время я статистику взял, за 6 лет. И там колеблется. Но за последний месяц 12%. То есть, ну, в среднем можно реально взять 10%. То есть, из 100 просмотров 10% это украинцев. Вот. О чем я сегодня буду говорить. Вот, смотрите, на примере современных событий вот началась эта агрессия. Что сделали русские, живущие на территории России или за там, ну, не расисты. Это люди, ну, под расистами я сразу дам определение. Те, кто топят за войну, поддерживают ее. Ну, или молчаливо, но одобряют. Может, не топят, есть тоже молчаливые, которые, но против, и молчаливые, которые, но одобряют. Да, но если его спросят, он скажет. Да, он вообще ничего никому. Ему, в принципе, до лампочки. Но если его спросят, вот как опрос, он скажет. Да, я одобряю. Он не выступает, не говорит, он сам от тем не поднимает. Да, его собственные близкие могут не знать, что он думает, потому что они не спрашивают. У нас сейчас такое молчаливое запрет на тем, как на любые другие неудобные темы. Да, но если он спросит, он скажет. То есть, это молчаливые. То есть, это кто за войну? Не важно. Супер активно, как пропагандисты. Или молчаливые согласители. И наоборот. Ну, под русскими нормальными, средненормальными, там от нуля вот именно до... От нуля нормальности до святости, да. Это те, кто против войны. Это опять от тех, кто молчаливо не согласен. Если его спросят, он, конечно, скажет, что нет. Ну, если не побоится сказать, естественно. Ну, вот им пусть даже не спросят, он внутри не согласен. Да. Если бы он мог что-то изменить, если бы не было страхов, не было боязни того, что ему за это прилетит даже от родственника. Начиная с того, что он ему в челюсть зарядит. Или кляузу напишет, чтобы его вразумили органы. Да. Ну, и заканчивая, я говорю, убийством, допустим, тебя. Вот. Если человек, конечно, не боялся, то бы он ответил. То есть, молчаливо не согласны с этой войной. Вообще с войной. И сегодня будем говорить о войне, как о насилии. О насилии. Неважно какому. Ну, если есть насилие, знаете, агрессивное насилие, как будто, может, не агрессивное насилие. Мы, бывает, сочетаем слова, которые, ну, по катавтологии приводят. Вот. К агрессии, к насилию, с силой какой-то на кого-то воздействует. Да. Вот со всем вот этим. Короче, есть простое понятие. В принципе, когда ты силой чего-то добиваешь, силой берешь, насилием. Да. Мы должны брать насилием и усилием, и силой только Царствие Небесное, Царство Любви. Это святость, которую мы должны достигнуть. Вот. И вот разделяя вот таким образом русских, да, вот посмотрите, что они, за что они выступали русские. Теперь вы понимаете, о чем я говорю. Да, я дал точные, я надеюсь, определения понятные. Ну, и, естественно, у тебя, кто молчат, как бы не выступает. Но я убежден, что они так и думают. Вот из этих вот, поделим пополам. Никто точно не знает. Хочется верить, что хотя бы в России не больше половины идиотов, да, рашистов. Пусть это даже хотя бы 50 на 50. Это хотя бы какой-то шанс дает откату к каким-то нормам, что завтра не апокалипсис начнется, книга не откроется, да, печати не снимутся с той книги, о которой мы многие знаем, слышали. Кто-то даже читал. Может быть, даже слушал «Христалюк» с комментариями. Так вот, и вот те активисты, которые, возьмем их уже сразу, я говорю, потому что молчунов ничего не понятно, вот, но возьмем тех, кто что-то говорит, может быть, в личных переписках, и заканчивая, наоборот, активистами, ну, или назовем проповедников, или пусть пропагандистов, но хотя бы добра, да, не агрессии. Я уже говорил, что разве, разве, хоть, вы знаете хоть одного, кто из русской аудитории? И сразу я обращаюсь к украинцам, да вообще к любым, кто меня слушает. Я говорю, я хоть так и буду говорить, потом буду все время говорить, что это не имеет никакого значения. Все эти разделения людей по половому признаку, хоть он и существует, по национальному, хоть он как бы, мы можем, конечно, разделиться на нации, но, к сожалению, все это превратилось во зло, да. Мы, естественно, разные цветом кожи, хотя кто его там спектр меряет, да, бледнокожий-то краснокожий, чернокожий, ну да, грубые отличия мы видим, а уже средние отличия. Я обо всем этом неоднократно говорил, да. И вот мне хочется, ну, я говорю, я буду прежде всего обращаться все-таки прямо к русским, живущим на территории России, ну или неважно, уже уехавших или давно уехавших, но я считаю душой всей в России, да. Вот, поэтому я буду употреблять слово русский, хороший, да, как это есть понятие так. Вот, и к украинцам, там то же самое, там я даже уже не буду, там невозможно сейчас поделить на хороших-плохих, то вот в этом плане, как русских мы сейчас делим, да, из-за их неагрессии. Вот вы видели, вы слышали хоть одного пацифиста, проповедника? Пацифиста, который обращается к обоим сторонам с тем, чтобы, с тем, что убивать, ведь пацифизм – это движение, убеждение, мировоззрение, и те люди, которые к нему примыкают, или, точнее, оно-то в них просто, да, они являются его явлением, этого явления, да. Это не организация, это, ну, это как и настоящее христианство, это мое мировоззрение, это моя жизнь, это моя святая жизнь, в чем в добре, в чем в побеждении зла, не злом, а добром, да. Это не люби ближе, ненавидь врага своего, а люби даже врага своего. Вот пацифизм – это полный отказ, по сути, такая же Ахимса, да, в буддизме, в йоге, первая ступень, первый шаг, первой ступени, вы помните, я об этом тоже, у меня целый плейлист есть, я записывал по восьмеричному пути йоги и буддизма видео. Вот, это полный отказ от насилия, неважно, к кому он применяется, вплоть до агрессора. В принципе, если буддизм и йога тоже правильны, они проповедуют именно это, там, конечно, тоже есть свои извращения, потом толкования и так далее. Но хочется верить, что основатели говорили именно об этом, что это не насилие, причем не насилие абсолютно ко всему, даже если на тебя идет враг с мечом, ты не отвечаешь ему насилием. Это очень важно. Вот это Ахимса, вот это пацифизм есть, вот именно разные слова в мире, как Павел хоть и говорил, что в мире много слов и нет ни одного беззначения, и он, в принципе, прав. Но, к сожалению, одни и те же, у нас разные слова, а смысл один и тот же. Ну, того и того есть значение, тут с Павлом не поспоришь, да, но слова-то повторяются, порой дублируют одни и те же мысли, да. Вот, и вот пацифизм, ну, просто пацифизм более такое, мирское, как говорят слова, социальное, Ахимса, восточно-религиозное, так можно назвать его понятие, да. А смысл один и тот же. И вот настоящий истинный пацифизм пропадет полное ненасилие. Это не важно, кто ты, что ты сам отказываешься быть агрессором, но ты агрессору даже не отвечаешь этим злом. Именно поэтому у пацифистов и пацифизм проповедует полный отказ от милитаризации, от вооружения. Не только оборонительного, что у тебя якобы нет наступ... Вообще оружия не существует оборонительного или наступательного. Любое оружие, оно употребляется, даже какой-нибудь щит, да, он кажется оборонительным, щит заграждения, но это он сегодня щит, но если ты пошел агрессор, дальше ты поставил, чтобы оградиться, да, защищать уже то, то, что ты захватил и так далее. Это все то же самое. Любой щит это оружие уже, можно сказать. Этим щитом можно череп проломить. Вот. Так что любое оружие, все эти там оборонительные якобы, да, они из оборонительных в наступательные превращаются в две секунды. Вот так вот. Я говорю, этот щит, этим же щитом, которым ты сейчас защищаешься, ты потом проламываешь череп. Им махать можно не хуже меча. Все это чепуха. Можно и палкой, и камнем забить человека. Все это очень важно в жизни понимать, да. Вот. Поэтому пацифизм проповедует полный отказ. Поэтому, естественно, он подразумевает, что вы не даже агрессору не отвечаете злом на зло. Это очень важно, как ты будешь отвечать, если ты полностью отказался от этого. Вот. Много ли вот мне хочется обратиться к русски? Может, я что-то не слышал? Может, я кого-то не видел из известных? Покажите мне. Мало известных. Покажите мне хоть одно видео за полгода. Один хотя бы текст, твит там, или еще они там любят. Я не из этих, кто там в твит, в фейсбук пользуется, в телеграм-каналах, что-то там. Ну, кто пишет. Покажите мне хоть одного пацифиста. Вот за эти вот полгода покажите мне хорошо хоть в мире где-нибудь. Может, кто-то знает. Я говорю, за границей русской, не русской говорящей. Кто бы сказал о войне России с Украиной. Ну, понятно, там, со стороны пацифизма. Говорит, кто-то имеет право, кто сам пацифист. Тоже не приводите мне какого-нибудь там Макрона, президента, который говорит, пусть Украина там его вдруг заклинит. Он говорит, да пусть она там все отдаст. Да нет, он сам-то не пацифист. У них такая же армия и так далее, да, у страны. Нет, именно пацифиста, призывающего все стороны отказаться, как и я, в принципе, в том видео, я говорил то же самое, что это пацифизм касается абсолютно всех. Я там приводил пример и давал, по сути, карту, да, счастливого мира, как им стать, что каждая страна должна отказываться от этого. Пусть плавными методами, вложась под другую страну, вы представляете, как бы это для таких гордых людей не выглядело. А на самом деле просто с кем-то сотрудничая, говорю, пока вот, если вы так боитесь показать своему народу, что без этого можно жить, хотя бы, да, под другую страну, сказать, вот, ну, у вас есть армия, давайте, а мы откажемся. Вот. Покажите мне хоть одного пацифиста. Настоящего пацифиста. Покажите мне в Украине хоть одного человека, который бы сказал, ребята, да, расисты неправы, расисты-агрессоры. Ну, русские как-то живут. Вот я как сказал, давайте предположим, что русских 50% в России. Я уже дал им определение в свете этих событий. Мы живем точно так же, получается, как-то в этой России. фашисткой, как вы ее называете, абсолютно правы. Ну, мы как-то живем, русские, в России. Ну, что? Покажите мне этих проповедников. Их нету. Покажите их в России. А Россию я беру к примеру и говорю русским то же самое. Я тогда в том ролике говорил. Это сейчас просто, знаете, в этом плане, в кавычках, благо, можно сказать, что война идет между понимающими один язык народами, русскими, украинцами, там и белорусы, в принципе, в этом же сейчас замесе, да? И ты можешь обращаться и к русским, и к украинцам. И заметьте, именно поэтому я сейчас этот ролик делаю. И тот ролик про пацифизм, конечно, был в основном, особенно в начале агрессии, конечно, куда была направлена моя проповедь? Конечно же, на расистов. Они агрессоры. Это естественно. И плюс в моей жизни тоже первый опыт был. Вот и все. Именно поэтому я и не думал там украинцам пытаться. Хотя я тогда все это говорил и чем дальше шли ролики, я все больше и больше говорил, что в том плане, что весь ваш национализм украинский, он к этому приведет. Не то, что там нацики, и то там есть, как и в России, есть конченые нацики, вообще абсолютно, как говорят, ультраправые там, да? И есть они и в Украине, это понятное дело. Они есть в любой стране. В цивилизованной, как это называется, Европе, не Европе, Америке. Да, не везде есть. Которые там топят за свою нацию, за какую-нибудь кожу, там цвет кожи и так далее. Есть, которые готовы всех вырезать, да, с прямой ненавистью к конкретным народам или ко всем вообще, кроме них. Да, такие есть. Но даже этот простой национализм, который вот просто в словах проскалькивает, мы там украинцы, мы вот такие, мы сякии, вот это все, вот мы вот такие. Да вы такие же, как и русские, и расисты. Как сейчас правильно тоже говорить, я уже не знаю, я вроде поделил. Да, но тех, кто живет сейчас на территории России, вы точно такие же. У вас там все точно так же, вот зеркально. То, что вы сегодня ни на кого-то не нападаете, только потому, что у вас во главе еще до того не доперло, ну, вашу страну не захватил такой шизик, как Путлер. Вот и все. Разница только в этом. Я сегодня буду немного и русских оправдывать, я говорю, больше на украинцев в этом плане наезжать. На русских наезжать буду тоже, и оправдывать, и наезжать одновременно буду, да. Почему? Потому что хочу всем благо. Представьте сегодня, давайте представим картину, что на русских, живущих на территории России, на граждан РФ, давайте я так теперь, когда я буду хотеть всех обозвать русских хорошистов вместе, я буду называть гражданами России. Вот когда на граждан России нападут, вот я как придумал, на граждан России нападет Китай. Много вы увидите вот того контента и той проповеди, которая сейчас идет вследствие вот тех событий с Украиной. Я вас уверяю, ни одного Христолюпа еще два человека будет говорить, которых завтра же закроют, если меня не трогают, потому что я настолько маленький, что когда до меня доберутся, меня стой человек смотрит, еще, видимо, никто особо не настучал, хотя мне там писали, что тебя уже давно в ФСБ там мы на тебя накатали, вот, ну что-то пока никто не приходит, уже пятый месяц, да, шестой, шесть месяцев, вернее, уже прошло, вот, а когда я буду один и членский человек, я уверен, что меня первым делом закроют, потому что когда нападет Китай на Россию, я к кому буду обращаться, меня китайцы поймут, я буду вещать на китайскую аудиторию, нет, к кому будут все мои проповеди и обращения направлены, гражданам Российской Федерации, и к русским, и к рашистам, которые вот в душе, которые были в душе до событий с Украиной, и себя явно общество разделило на рашистов и русских, обличать я уже буду и русских, и рашистов, потому что пацифистов останется два человека, проповеди, будет опять же, то есть уже, уже, уже тогда поделится, когда будет агрессия Китая, да, Америки, возьмем так, на граждан РФ, общество уже поделится на три группы, но третья будет настолько ничтожная мала, что это капля в море, вот, есть такое выражение, действительно, если ему о нем серьезно задуматься, общество поделится на рашистов, на русских, это будут умеренные уже патриоты, да, рашисты, активные патриоты, и такие, как я, пацифисты, таких будет, ну, каплю в море, таких будет, я не знаю, может там, 0,1% всех граждан РФ, а может и еще меньше, а активных, не знаю, будут ли еще такие, как я, которые будут, русских, обличать в том, чтобы они не воевали с агрессором Китая, чтобы они сложили оружие, и пытались понять, что им надо, и все, что им надо, они им отдали, никого не убивая, не убивая ни своих граждан, не полагая, да, своей жизни за бред, непонятно за что, как вы думаете, моя судьба какая будет, меня, если, если не пасать, то, линчуют тут же, на народном этим, обратите внимание, и обратите внимание, я почему говорю, если сейчас, когда идет, если, если сейчас Россия агрессор, да, расисты агрессор, и внутри страны такой делают с теми, кто против этой войне, что будет, я вам всем говорю, с такими, как я, когда граждане РФ будут в этой, ну, вы поняли, да, в шкуре жертвы, у украинцев есть, у любого сейчас украинца, который называется пацифистом, а пацифист это ученик Христов, это святой человек, я вот хочу украинцев сказать, те, кто даже меня смотрит, те, кто, с кем я знаю лично, с некоторыми, с Украины, да, они мне пересылают все, что там творят расисты, это, конечно, все хорошо, это тоже нужно делать, я всем этим делюсь у себя в телеграмме, в соцсетях распространяю все это, но что-то они не делятся со мной, вот такими мыслями, вы попробуйте в своей, в Украине сейчас скажите, что ребята, надо бы это, они ничем не лучше, не хуже нас, у нас такие же идиоты, такие же миллиардеры, я сильно, конечно, не могу влазить во все, у меня расши, вот так хватает, но посмотрите сейчас, что в Украине делается, телеканалы точно так же закрывают, там Украина 24, и все это прочее, это, вон Зеленский сделал фотосессию с женой, да, там общество начало бедное, все это мусолить, что она в мужскую позу села, это про то, что они там рассказывают, какие они там, да, европейцы, и как они относятся к полам, там, ко всем этом гендеру, вот, все это чепуха, там все точно такие же, вот, посмотрите, какие у них там такие же, я уж молчу, там про коррупцию всю жизнь, это все было не хлеще нашего, да, и по поводу, очень важно вы вспомните, как в начале, вот, кто такие активные, типа того же самого Гордона, и все, все говорили там, восстаньте в России, снесите свой режим, мне украинцам хочется сказать, а что же вот в тех оккупированных территориях украинцы-то не восстают, казалось бы, это ваша земля, за вами армия, что же вы, когда вас оккупировали, там, вы не восстаете, вы скажете, о да там армия пришла, как мы теперь, нас всех, во-первых, ментов навезли, такие же из России, военные еще, как мы теперь там митинг проведем, как мы снесем этих оккупантов, мы же безоружны, мне вот хочется, всегда было, когда я слышал, вот это вот, от таких вот, да, от всех этих блогеров, там, известных, малоизвестных, и так далее, хотел сказать, ну, попробуй, выйди, тогда было легко говорить, когда еще оккупировали, вот теперь попробуй в оккупировании, сам ты сидишь, либо за границей, либо тоже там, как ты же не говоришь где, где-то там сидишь в деревеньке, как тот же самый гордон, да, куда-то спрятался там, но он в Украине, да, но никто не знает, где он, а ты выйди в Херсоне, и, да, и крикни, оккупанты прочь, тебя сразу закроют, там кто может выйти, никто, а как русские могли выходить, мы выходили год назад, вы же точно так же не знаете, всех наших событий, когда были события с Навальным, я был на всех трех митингах, я все это видел и вживую, и в интернете наблюдал, за всеми остальными городами, где физически не мог присутствовать, все, когда все это закончилось, и уже команда Навального приняла решение, все это отменить уже четвертый раз, не призывать народ выходить, все, я здесь сел и рыдал, я понял, что какая-то жопа приблизилась, очень большая, серьезная, потому что как менты дубасили уже всех там, и стариков, и детей, и простых людей, без оружия, без чего-то, абсолютно мирные протесты были, да, массовые, да, могли приобрести, что и должны были, большой характер, как их подушили, все, их подушили ментами, которые просто до зубов, я это видел и собственными глазами, говорю, и по телевизору, до зубов, все в броне, да, во всяких орудиях, которые можно человека калечить, и вплоть до убийства, я видел, что они делают, я видел их страх перед вот этими людьми, которые без оружия, но они ссутся, потому что нагнали столько, потому что они боятся всего этого, действительно, хотя это мирный протест, данные конституции, хорошие, да, что каждый человек имеет индивидуальное и массово выражать мирно свое мнение, все, его задушили, их просто забили, сажали огромные штрафы, сажали там в ЗАКе, кто из России, конечно, все знают, с Украины, я говорю, вы же точно так же не следите за всем этим, как русские не особо следили там за Майданом, то же самое, да, это была полная задница, и ничего уже не сделаешь, в том плане, что, какая разница, если бы это разгоралось, и тем более разгорелось бы вооруженное какое-то восстание, ну, армия бы задушила бы армию, потому что армия, кто думает, вот, менты на внутреннее, поддержание порядка, армия на внешнем рубеже, нет, армия, она точно так же на внутреннем, когда просто не справляется, мусорская часть, вот эта вся, да, вот и все, естественно, люди видели это, и все, что ты сделаешь, псих захватывает власть, что ты сделаешь, и куча психов под ним, куча идиотов, нелюдей, да, и извращенцев, и так далее, они захватили власть, их половина, в России, что ты с ними сделаешь, ничего, тем более, ты-то овечка, мы христиане, тем более, мы овцы, у нас нет зубов, мы не будем их бить палкой, мы не будем в них стрелять, а им палки достаточно, но если бы даже не христиане, или вот имя, кто этого не понимает, взял бы палку, тот бы взял бы, копьё, ибо всё равно всех задушили, вот и всё, ничего ты не сделаешь, поэтому думать, что это вот на наши земли, украинцы думают, вот тут расисты пришли, менты и военные, а на наши земляне, и до этого были, они нас захватили, и я не потому, что хочу там к русским особую жалость вызвать, хотя хочу действительно, чтобы украинцы тоже понимали, здесь действительно, я не знаю, сколько, это я так поделил пополам, может их 10% этих русских, я не знаю, я не господь бог, я не вижу сердец, 150 миллионного населения, этой территории, но факт остается фактом, те, кто против этого, да, они такие же заложники, нас давно оккупировали, эти менты, эти чекисты, эти вояки, солдафоны, дебилоиды, да, а чего ожидать в стране, в которой есть право на насилие, а это во всех странах мира, что какой-то хрупкий людей, дано право на насилие, что от нее ожидать-то, ничего хорошего, только пацифизм, полный отказ от этого, что может к чему привести, тогда да, тогда можно, а так нет, ни к чему это не приведет, покажите мне сейчас в Украине, хоть одного человека, который такое бы сказал, все, его сразу, его линчуют, кто знает, что это такое, когда без суда и следствия народ тебя растерзывает, либо тебя посадят, собственное государство, это более гуманно будет, в сравнении с линчеванием, все, кто-нибудь из украинцев способен на это, там есть дети божьи, дети света, пацифисты, настоящие, которые будут и своим украинцам, говорят, потому что они свои, будут на языке, говорят, я уверен, что в Украине-то далеко не все русские знают, вот хоть мы, как я и говорю, мы на одном языке общаемся, я думаю, что в Украине далеко не все русские знают, они не смотрят русских блогеров, проповедников там и так далее, я говорю, ну есть у меня там 10 человек, а кто дальше-то это понесет, христолюк должен украинцам рассказывать про пацифизм, нет, украинцы, причем желательно действительно на украинском языке, который в теории, наверное, знают все украинцы, украинцы, поэтому это видео-то, оно все равно, хоть ты тресни, как я говорю, для русских, в оконцовке, это просто, это просто, я говорю, в кавычках, воля судьбы, или благо, что мы плюс-минус там понимать, какая часть украинцев знает русский, говорит на нем, и может понимать, вот русскоговорящего человека, ну это, так скажем, совпадение, в кавычках, благое, ну а завтра была бы агрессия, с чем, вы знаете, именно поэтому, то, что я говорю, знаете, чем еще подтверждается, конечно, как я все обращаюсь, это обращаюсь к людям вежественным, хоть что-то знающим, интересуюсь в жизни, вот эти, София, как ее, что-то уже, прям из головы вылетело резко, ну вы поняли, помните, когда в Германии-то ее отрубили голову, там, девчонки с братом, студентом, который там София, да что же вылетел-то из головы, ну вы знаете, я делился и постами, и документальными фильмами, и разными про нее, София, София, неохота даже на паузу ставить, видео искать, хотя ладно, может кому-то интересно, сейчас найду, начал искать, и сам уже вспомнил, Софи Шольца, да, вот, вы посмотрите, насколько единичные, вообще кто, я сколько раз говорил, слушайте, хотите понять вот эту жизнь, в плане войны, вот это все, вот первую, вторую, причем первая от первой, она неотделима, да, узнайте историю первой, второй мировой, только не по русски, не по рашистским, конечно, учебникам, это все чепуха, вот, возьмите какие-нибудь другие источники, ну и их, конечно, можно, но только в сравнении, да, я всегда рекомендовал, посмотрите фильмы, BBC, третья, вторая мировая война, в цвете, по-моему, так вот это называется, серия, просто великолепная, действительно, вот, во-первых, просто понять, что это, это не, это не советская война, отечественная, да, Великая Отечественная война, это абсолютно не так, вторая мировая война, полыхала весь мир, и побеждали, Германию и Гитлера, не только советский народ, мягко скажем, не только, вообще-то это началось все, войны Германии с Англией, вот, кто об этом знает, спросите хоть кого-нибудь, вы знаете, что два года, это было до еще 41-го года, когда, да, Гитлер объявил, напал на Советский Союз, что вообще два года уже с Англией, и Англия там воевала в одиночестве, можно сказать, потому что уже Гитлер там всю Европу позахватил, и только Англия сопротивлялась, и Америка тогда тоже поддерживала, стала Англию снабжать всем этим оружием, и так далее, но все то же самое, что сейчас Украина идет, кто об этом знает, и что Гитлер просто по безумию своему объявил войну, он бы мог выиграть эту Европейскую войну, да, но он попер вообще на весь мир, а в оконцовке еще и на Америку, и только благодаря, потому что Англия с Америкой стала долбить по полной программе, Гитлер и Советский Союз, можно сказать, выиграл, потому что они вместе с двух сторон его долбили, кто об этом знает, прям русский народ победил Германию, да вас бы смели, как, как, не знаю, что, если бы не Англия с Америкой с другой стороны, просто у Гитлера, я говорю, а кто не в курсе, что он и в Африке воевал, кто об этом вот знает, конечно, на весь мир Розетта распылится, ну, конечно, у него шиза была полная, вот, если бы он не воевал в Африке, если бы он не воевал с Англией, с Германией, или по-одиночке сначала со всеми, бы воевал, захватывал бы, ну да, тогда потихоньку бы, ну, человек шиза, он думает, что вот он сегодня великий герой, вот, удивляться про Путлер, когда думает, нападет он там, там, на Польшу, еще куда-нибудь, там, на Грузию, на Казахстан, конечно, может напасть, шиза-то у него уже очевидная, да, там в голове ничего нету, кроме дырки, и у его там всех этих предшествий, окружения всего, и он полстраны такой, идиотов, конечно, может все что угодно быть, посмотрите, сколько в Германии были против того, чтобы Германия на кого-то, там она вот именно сама была, заметьте, вот Германия была сама в роли агрессора, и сколько людей было, все то же самое, все то же самое, и то, пример, это только пример для, опять, потому что тогда Германия была агрессором, да, все то же самое, тоже там немецкоговорящих защищала, все с этого, все начиналось, да, те спорные территории все свои, имперские забирала, все один в один, ну, вы посмотрите, пример хоть один где-нибудь, где человек своим говорит, что с ним, что с ним сделают, вы знаете, есть удивительный пример, он не совсем объективный, он не совсем адекватный, не совсем подходит сюда, это когда Махатма Ганди призывал индийский народ, вот именно, не сопротивляться злу силы, а сопротивляться злу чем? Добром, не насилием, я всем рассказывал, посмотрите тоже про Махатма Ганди, документальный, очень хороший фильм, трехчасовой, по-моему, найдете, он так называется, Махатма Ганди, год, я не помню, какой там, точно, да, да, и он там у вас один выйдет, посмотрите, там документальные съемки, это не художественный фильм, а документальный, очень длинный достаточно, вот, и как он поднимал, и как они вот это вот, колониальную, английскую, власть себя спихивали, абсолютно мне насилие, просто шли их вот так, дубасили, английские менты, полицаи палками, они прям рядами, прям, валились вот так, а они все равно на них шли, а так они их пытались им показать, что, ну, как бы, идите отсюда, да, сколько людей пострадало, принесло все в жертву, это великие люди, способные на такое, вот пример был, но, опять же, это не была агрессивная война против них так, совсем с другой стороны, вот, ну, я уж убежден, что Махатма Ганди при какой-нибудь внешней агрессии, ну, там хотя было то же самое, вот эти все, ведь кто вообще понимает, вот я всем рассказываю, люди знают, это не знают, откуда образовался Пакистан, там вот это все, да, Иран, Ирак, Индия, вот это все, там, восточную кухню, кто знает, как все это было, там жуткая была, там же мусульманство было, и вот, против все это, откуда, Пакистан-то взялся, да, это же Индия, отделенный кусок, где остались и мусульмане, индийцы, и индусы, как правильно, да, говорит национальность, вот, и какие там бойни были ужасные, внутрегражданские, но опять же, Махатма Ганди, что делал, призывал и тупо голодал, все, я сдохну, если вы не прекратите, пользовался каким-то уже своим, таким авторитетом, во благо, то есть считайте, что вы меня убиваете, я голодаю до смерти, только ради того, чтобы все это прекратились, нет, я умру, такой ультиматум ставил, праведный, вот, молодец, да, но таких, я говорю, единицы, и то, там, на кого-то влияло, на кого-то нет, в общем, все тяжело, но опять же, тут сейчас какие-то выводы делать, да влиял, конечно, никакое добро бесследно не проходит, как и зло, мы видим, так вот, по поводу пацифизма, конечно же, когда ты сейчас на стороне жертвы, когда ты еще в этой шкуре, если ты такой скажешь, все, у тебя два пути, линчевание, и решетка, все, другого ничего нет, вот и все, так что, хотя вот, я даже думал, какой-то там большой ролик записать, да, вот, все это, все это, понимаете, тот, кто понимает все это, если ты действительно дитя света, то какая разница, я говорю, ну, мы живем, да, да, и живем, вы понимаете, если, я обращаюсь, я называю, конечно, христианами, потому что для меня, христиане, если это настоящие христиане, не религиозные, вот, то это действительно должны быть, как Иисус говорил, его учениками, последователями, и светом для мира, и солью для земли, вот, но это любые люди, которые познали истинно, неважно, почему они там, христианство и того, что они принимают, для меня, что принимать этого христианства, оно не религиозное, там нечего принимать, вот, как раз, вот именно, они и не называют себя христианами, в отличие от таких, как я, только потому что, видя все эти религиозные секты, православных католиков, протестантов, конечно, от них хоть сломя голову, бежать, вот, я называюсь только потому, что, не суучение Иисуса Христа, а любви человек ко всему, а все, весь вот этот, вот, вот, патриотизм, правильный патриотизм, я что же, я говорю, я в этом контексте не раз, конечно, говорил, просто сегодня как-то, не знаю, на сердце легло, как-то от всей этой ситуации хотелось вывалить, да, это как я всем говорил, что блог, конечно, это как личный дневник, когда-то начинает тыкать что-то, да, не хочешь, не смотри, я могу говорить все, что я хочу, вот, и, конечно, все это ни к чему хорошему не приведет, все эти битвы рогами в человечестве, потому что живем так, как мы живем, мы ни в каком правильном пути не движемся, все человечество, Иисус правильно дал определение, это было определение не только Ветхого Завета, вам сказано, он сказано, расширьте, раздвиньте слова Иисуса, правильно, да, вам сказано во всем мире, во всех народах и во все времена, люби ближнего и ненавидь врага своего, причем под ближним подразумевается как раз, как и у евреев было, и в иудаизме вообще, во всем еврействе, под ближним подразумевался еврей, это надо четко тоже понимать, контекст, Евангелие, да, Иисуса жизни, учения, под ближним подразумевался еврей, не кто-то а просто еврей просто вот по нации и уж там знаете вот правда у евреев есть один такой в плане в кавычках пути плюс все это да вот я все время говорю как вот этот национальность там определяет и так далее ну не беря там тоже паспорт понятно но у них же обрезание есть до мужское по крайней мере мальчиков очень легко евреев определить тупо обрезание да вот и вот действительно хотя помогать то они помогают всем евреям если даже там когда какой-то 3 пол колена если есть кто-то то ты считаешься там можешь рассчитывать на помощь так далее кто знает они же у них вот эта политика что там принимаешь всех и так далее в израиле там все ждут всем помогает кто возвращается якобы евреи там евреям считают что-то какого-то нем забывая все это как бы знаю но не точно в том плане что я забывают тоже мне это не надо вот какая-то информация конечно проходит да и не все в голове можно удержать память человеческая она такая как я вам все это рассказываю ой пару общими картинами да вот про вторую там мировую все это я много читала иные что невозможно в голове настолько уложить что потом выдавать еще до сам-то ты понял как-то уложилась дал общий отпечаток вот и по поводу поэтому иисус прямо сказал люби ближе ненавидь врага своего вам сказано а я говорю вам любите врагов ваших вот я проповедую жизнь и учения сус христа своей реальной жизнью и словом где это есть где вы такой слышите хоть от какого человека покажите мне этих проповедников простых людей кто-нибудь вот такое пишет мне без разницы хоть с коренной хоть что-то сбросить хоть с одной соцсети нет все все страны все государства и национальности живут по одному принципу люби ближнего и ненавидь врага своего изменится в этом мире что-нибудь нет должны мы что-нибудь менять да потому что этим тем что мы сами исполняем заповеди мы сами себя возводим в небесное царство мы сами за себя будем давать отчет это очень важно я знаю что мир сгорит в огне знаю я делаю что-то ради каждой души делаю вот не хочет что если меня украинцы услышат не важно кто они там что они называются они христианами нет да чтобы они познали истину конечно все это игры это не не это не запрещает делиться этими преступлениями как мне там сбрасывает кто на украине я даже благодарен за это я доверяю этой информации мне больше не откуда тоже брать прямые источники и хорошо то что это обличает расистов но но вы то что дальше сделали это все хорошо расистов обличать легко тем более где-нибудь далеко там я недалеко в самый кущий тоже морской событий живу в россии бежать мне некуда и не на что и не охоты и смысла нету в этом никакого если твой путь что теперь делать а завтра нападут у на на граждан рф китайцы или американцы как-то любят всех пугать я точно также буду обличать верю всех 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 не пацифистов в том что все что вы творите ничего хорошего но они сами идут вы знаете я тогда я вот к украинцам еще тоже скажу как христианами конечно она мне хочется время то об этом оговариваться потому что вы свет мира вы соль земли это вы предали иисуса на самом деле что иисус говорил идите по всему миру проповедуйте вот это вот люби врага своего я когда-то да когда этого еще не было этих событий пересвук то это свидетельство тому мои видео мои слова от которых есть есть не отрекаюсь и тогда говорил слушайте я тогда говорил во всех этих роликах сколько с этим национализмом патриотизма вот во всех тех роликах вы всегда услышите и слушайте иисус сказал идти мы никуда не идем послушайте всех этих религиозников православных католиков протестантов все в своем коконе они придут мы тут веру защищаем да ее как защищать то надо любовью таким же поступком как иисус явил ту любовь вплоть до того что я будет убивать а ты будешь молиться за врагов своих они ее мечом защищают они защищают свои обряды религию защищают не истину истинно и есть в любви проявлению любви к этому врагу не гладить его по головке тоже обличать про как ты будешь китайцев обличать когда они до твоего языка не понимают но в первый день ты их не обличишь но кто знает когда приходит очень вон там русские говорят уже украинские понимать эти не русские хорошие стать которые вот те естественно украинцы как я рукоторые русские то может плохо знали не знали естественно все равно говорят что понимает начинают там кому-то в дом приходили все это я вот видео всякие смотрю там да вот из китайцев и концовки общий язык как я говорю так они сами идут так проповедуйте им евангелие мы никуда не идем бог вас этих бесов послал к вам для чего что вы из них сделали праведников вы сами никуда не идете вы никуда не несете но такие видите здесь им христианство да да плечаешь если он какой зло творит бьют беги тоже иисус говорил пожалуйста ну кому не нравится да тяжело до бросать свое не хочется до новая жизнь чужбине ну тут каждый сам выбирает это тоже жертва тоже мучение но все-таки жить можно хочешь являй здесь свою любовь как хочешь поступай но только не твори зло не отвечай злом на зло даже уж тем более не твори его сам кто это может понять единицы сколько со мной тоже спорят я всем утверждаю настоящего христианства в мире практически не существует учение и жизнь иисуса христа были отвергнуты практически в самом начале его никто не принимал никто не принимает до сих пор все что мы видим все эти православие католицизм протестантизм все это не христианство ничего общего она с ним вообще не имеет от слова совсем вот про россии вообще молчу я про всех говорил все вот эти как иисус говорил правильно мытари блудники и мытари все вот эти оппозиционеры скорее идут то конечно не в небесное царство ну где они там будут на каком уровне не знаю в аду повыше там все там оппозиционер оппозиционеру тоже рознь все это понятно может кто-то и попадет там в небесное царство на какую-то ступенечку может быть они там какая жизнь то я хрен неизвестный вот но то что все это православие которые в россии там католицизм протестантизм ушать точно все в аду будет гореть который вообще про топит за это за эту агрессию а вы покажите хоть одного который бы сказал вот так вот своим вы что да покажите на украине таких потому что именно это христианство именно это христианство это должны нести первый первыми те кто называет себя христианами папы в частности все эти все кто называют себя христианами украина христианская якобы страна тоже кого там только нет как бы они каким-то сектор не относили называть себя христианами где они Где хоть кто-то говорит, что мы не должны сопротивляться? Хорошо, Рашисты отупели, Шиза у них, бесы их захватили. Но так мы не должны явить христианство настоящее. Где они видят христианство? В ответ долбят, убивают, режут. Все то же самое. Ничем украинцы не отличаются от русских, от граждан РФ. Вот я сейчас опять скажу. Там есть точно так же и такие, как я вам сказал, что всех русских будем называть гражданами РФ. И такой, как я, может и есть, у которых 10 человек, которого смотрят, но крайне, которого никто не знает, до меня просто это не доходит. Покажите именно известных, у которых есть аудитории, которые могли бы менять что-то в этой жизни. Нет, потому что добро никому не нужно. Истина никому не нужна. Никто не способен и не хочет достигнуть совершенства любви в жертвенности в этой. Нет, это никому не нужно. Никому не нужно. Никто не ставит себе этой целью жизни и планкой. Я говорю, сейчас в комментариях понабегут тролли всяких, которые будут тут все обличать. Да ты, да ты, да сам. А у кого цель-то этой жизни такая? У кого цель явить христианство, явить жертвенное христианство? О чем Иисус говорил, что путь узкий, тернистый, по следам его, как он шел, неся свой крест и потом, будучи на нем распятым. Это и есть христианство. Кто об этом говорит? Ну, пришли к вам идиоты, расисты. Они, говорю, нас они давно, русских давно оккупировали, захватили. Угрожают и вытворяют с нами, что хотят. Кого отравляют, кого в тюрьмы бросают, кого бьют, кого лишают чего-то. Целыми днями. Так если мы с вами, особенно, внизу, христиане, там должны объединиться, посочувствовать друг другу, и что? Причем у Путлера и его там, и всех этих расистов российских, все-таки у них еще шиза не до того доехала, что просто идти, как и Гитлер, всех евреев, просто вырезал по принципу обрезанности плоти. До такого-то не дошло. Если бы вы не восстали, никто бы вас там не резал, никакие дома бы не взрывались. Да, вас бы оккупировал Путин точно так же, как и нас. Ну, какая раз вам Путлер или Зеленский? Если цель этой жизни быть как раз... Я вам сказал, что да, раньше я думал, ой, вот тоже, как жалко, что я на английском не говорю, не родился там англоговорящим, мог бы там вещать на большее число людей. Ну, видите, полыхнуло именно прямо в России. Я теперь думаю, Бог меня послал туда, куда надо. Единственное, я все время думаю, что толку-то послал, смотрит меня 10 человек. Что я могу изменить в этом мире? Ну, что в реальной жизни меня, что я общаюсь? Живу в своем маленьком доме в селе, где дом на дом в километре друг от друга. Вот и все. Что я? Где я? Что я могу изменить? На ютубе шестой год, казалось бы, за шесть лет можно было бы каких-то успехов, как это в кого... Ну, вы понимаете, в каком смысле добиться, чтобы действительно была аудитория. Ну, опять, что она может изменить? Ну, слушать меня. Говорит, мили-мили, Емеля, твои недели. Кто реализует это в своей жизни? Да никто. Кто делится этими постами, моими видеороликами, постами, что я делаю? Да никто. Единицы вообще там, один-два человека. Шесть лет на ютубе, никто не делится ничего. Не лайкает, не делится. Я вот смотрю в социальных сетях, да. Давно уже руки у меня опустились. Я вот сам не знаю, какая сила побуждает меня жать на кнопку и что-то все время записывать. Внутренне я уже давно сдулся. Я смотрю на все и понимаю, что мир не изменить. Бесполезно что-то просто с ним сделать. Да, свой экзамен я сдал внутренне. Хотя бы теоретически. Как я говорил, практически еще живу пока. Что будет завтра неизвестно. Но в теории я знаю истину. Я знаю, как я должен, как хочу и должен поступать в жизни. У меня все понятно и просто, и по полочкам. Смотрю на людей и дела какие-то стараюсь я делать. Понуждаю себя. Тоже страшно. Разве Иисус не страшился, не ужасался? Да мне тоже что думать? Неохота сидеть или по черепу получать. Да нет, конечно. Лишаться всего, что есть там. Пусть у тебя и ничего особо нет. Кому этого хочется? Никому не хочется. Вот так вот. Вот такое у меня видео о пацифизме. Да. Его в мире практически не существует. И знаете, как я с веганами спорил все время. Ой, веганское движение. Мы тут захватим все. Я верю, что я увижу веганский мир. Полную победу. Веганство. Я все время смотрю, думаю, вроде человек, во-первых, уж пожилой, в два раза старше меня. Все мечтает веганский мир. И теперь никогда ты его не увидишь. От Адама и Евы. Мы все должны быть веганами. От первых песен. И что? В ад катимся. Прямой дорожкой на протяжении всей истории человечества. Все то же самое. Что изменилось? Что изменилось в военном? Как Айнавиль убил, так и все идет. Так и все идет. Ничего не меняется. Все это вооружение. У меня сейчас все про это я говорю. Что ядерная война однозначно вот она все на пороге. Потому что в каждую. Если я изучал эти вопросы, исследовал в жизни. Возьмите первую, вторую. В любых войнах использовалось абсолютно все вооружение. Виды вооружения, какие только были на данный момент жизни. Если сейчас есть бактериологическое, биологическое, химическое, ядерное, звуковое. А Путлер говорит, что еще каких-то аналогов ни у кого нет. Все это будет применено. Абсолютно все. Поэтому мы в полной заднице. Ничего хорошего. Я улыбаться перестал полгода вообще. Ну, как вы видите, конечно, я. Это, знаете, такой смех сквозь слезы. Вот и все. А так, на душе одни слезы. Скатились в такую пропасть, в такую дыру. Ну, понятно, не первый раз. Но так как человечество до такого достигло. Мы все время ужасаемся. Второй мировой, до этого первый. А до этого всем другим воинам и бойням кровавым человечества. Мы ужаснемся еще больше. Потому что мы достигли того, что мы способны просто вот так вот просто расколоть этот земной шарик пополам. В одну секунду. И уничтожить все живое на земле. И это будет сделано. Это будет сделано. Человек безумен. Все время думает, что это Бог огонь с неба там после тысячелетнего царства второе пришествие с небес не изведет. Нет. Это люди сделают. Бог есть любовь. Он зла не творит. Докатится до такого. Вот и все. Так что вот так вот. Ничего хорошего. Это все ни к чему не ведет. И я к тому, что я к чему говорю. Знаете, понятно мир-то не изменить. Но каждая душа туда отдельно входит. В небесное царство. Если бы вы любили людей. Если бы вы познали истинно любили людей. Человечества. Людей в частности каждого окружающего. Вы бы об этом говорили. Говорили. Сами поступали бы и говорили об этом. Я говорю. Украинцы поступают. Те, кто сейчас там обороняются. Как они говорят. Воюют. Да никто бы вас не трогал. Это очевидно. Вы просто стали такими, как мы. Безвольными рабами. Ну и что? Ну как видите. Раб рабством. А Кристалюк почему-то говорит. Сегодня говорит. Завтра его закроют. Понятно. И каждого из вас. И до меня доберутся. Сейчас полная начнется тьма. Это просто еще до массовых репрессий не дошло. Но это все на пороге. Это все на пороге. Я готов к этому? Уже готов. Каждый должен дозреть. Ну как ты будешь дозревать, если ты от этого отрицаешься? Вот так вот. Так что я говорю, мы никуда идти не хотим. И когда к нам приходят, мы говорим, идите за дверью постойте. Да. Так что вот такие вот дела. Поэтому каждый должен проповедовать своему народу, проповедовать любовь к врагам. Это и есть истина. Любовь ко всем, в том числе и к врагам. И как раз правильная любовь ко всем. К ближним-то как раз надо не по головке гладить. И единоверцев тех же самых, да. Это как раз ты и хват прямой дорожкой отправляешь. Иди, иди, дорогой, туда. Нет, обличать надо, особенно своих. Если люди не туда идут. Спасать тем самым. Здесь то же самое. Почему у меня такая реакция на псевдо-христианство? Потому что я за них больше всего ревную. Казалось бы, те, кто должны быть светом для мира и соли до земли. Кем стали-то говном этого мира? Вот так вот. Вот такие вот дела неутешительные. Вообще сейчас утешительного. Я не знаю, как ролики писать уже. О чем и как. Людям ничего не надо. Изменений никаких ты вообще не видишь. Жизнь кажется действительно бессмысленной, бестолковой, и бесцельной, и безрезультатной. Все пустота. Все, что ты делаешь, просто никому не нужно. Все добро, которое ты хочешь, призываешь добро. Это никому не нужно. Человек закосневает во зле настолько, что ничего. Я всем говорил, что Иисус Христос потерпел поражение. Вы такое тоже от меня не расслышали. Потому что то, что сейчас существует, это, я говорю, не христианство. Это абсолютное не христианство. Это антихристианство. Опять все то же самое. Анти, потому что Иисус сказал, вам сказано, люби ближе, ненавидь врага своего. А я говорю вам противоположную вещь. Вернулись опять все к тому же. Псы вернулись на свою блевутину, а свиньи в свое болото. Вот и все. Ну, а что делать? Ну, опять, что-то мы должны делать. Должны делать. Кого-то мы можем спасти. Можем. Пусть одного-двух человек. Я знаю, что в окружении моем есть люди, в которых мозги встали на место. Пусть это несколько человек. Но это стало. И в Царстве Небесном я буду уже не один. От этого, конечно, радость. Которую не отнять. Поэтому, вот такие вот дела. Ладно. На этом прощаюсь. Чего уже мусолить? Не знаю, что говорить. Я ему говорил, что уже чувствую, что миссия моя выполнена. Да. Потому что, не знаю, что мусолить одно и то же все в этой жизни. Да. Вопрос просто желания и силы воли, чтобы поступать свято, жить свято. В собственных поступках и в слове говорить об этом. Для этого желающих на это не видать чего-то. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok